Слышу голосы с прекрасного далёта, Голосы утренней в серебряной росе, Слышу голосы вонящая дорога. Теперь немножко о детях. Знаете, это так как мы говорим ещё немножко с министром Просвещения, вот эти дети, у меня сотня фотографий, Я ещё одни делал фотографии, не только своих детей, Они всегда улыбаются. Внимание, они улыбаются до школы. Потом эти улыбки исчезают навсегда. Вот это страшная вещь. И опять было, мы каждый день на горку с детьми, Никого нет, кроме Мадисадоса. Приводят группу, вот их вводят видео по очереди, В 10 видео группу, в другой раз 12. Школьников, никого ни одного. Только в субботу, воскресенье, вечером там напряжёнка, Человек 30-40 приходит детей. Там да. И вот эти дети пристают улыбаться. Я вам объясню почему. Внимание. Вначале я скажу как. Видите вот эти три поколения, да? Видите? Вот. Посмотрите, что могут сделать три поколения. Вот они что могут сделать. Вот. И вот это просто картинка. Не каждый раз. У меня удачная фотография. Это приехало телевидение с Красноярска, да? Вот. И это самое. Я думаю, раз они интервью берут у моей невестки. Ну, я щёлкнул на всякий случай. Так вот, приезжает человек, происхождение Ахунская область. Вот это Сибирь. Вот. Кстати, это наш уровень. И по широте это наш уровень примерно по климатическим условиям. Так вот. Сейчас, секундочку. Вот. Слушай, дочка, чё не приходило-то? А где Диана? А чё не взяли Диана? Ну, чё, чё вы говорите? Ну, короче, идите готовь. Вот так. А она сейчас придёт. А ты перед подружкой? А, нет. Ладно. Не ходите, если надо. Вот вам деньги. Так. Сейчас, секундочку. Знаете, ну, куда деваться-то? У меня говорят, сколько у тебя детей? Я говорю, не знаю. Как не знаешь? Я их сочетать не могу. Так, извините за первых. Это нормальная жизнь. Теперь. Значит, я просто беру. Вот она, Иркутянка, да? Попадает в Красноярск. Сказать, что всё нормально. Там жизнь. Какая там жизнь? Или, Ирина Сергеевна, что вы там, это, или Александр, что вы видите там, куда-нибудь пробок? Вот. Вот. Где надо жить? Переезжает, выходит замуж за Серёжу. Вот. А я ей вручаю эту самую. У неё на шее висит это. Иди работай. Теперь, значит, ну, естественно, что работали не только в саду. Понятно. Вот. А это просто не держался. Я ни разу не показывал, случайно отнулся. Ну, просто милые фотографии. Видите? Нет. Я бы это самое. В данном случае о детях. Ну, и оцените саженец. Когда у Сергея кто-то его купит, вот здесь мы отрезаем. Вот здесь. Получается пышный, нерскорослый, прекрасный куст. Даже, это, даже нельзя назвать дерево. Скорее, его можно кустом назвать. И вот он подрастает. И здорово, да? Вот. Проходит ещё год. Здорово. Вот. А потом Тимоша шести лет начал задумываться. Знаете, за всё? Я сейчас... Вы ещё не поняли, к чему я говорю. Вы давайте просто... Вот, знаете, чем бы занять время? Не. Мы подходим к главному. То, о чём не задумывается даже министр. Я просто подсказчиком. Хочу министру. Я ему хочу программу составить для детей. Если вдруг однажды... Вот, посмотрите. Антонина Скугарева. Тонечко. Обязательно оболвитесь. Кто был инициатором этого? Да, вы. А кто из этого сделал, так сказать, целое... Как сказать? Целую программу. Как я вам говорил. В первом этапе то. То есть, сервис. Садить вы будете школкой. Садить будете как помидоры. Потом год пройдёт. А куда деваться-то? Сразу рассадить нельзя. Опасно. А потом каждому со школки посаживаться. Помните мою программу? Вот. Так вот. Какие у нас дети? Вот это ребёнку было 6 лет. Так. Вот он, наконец, задумался. И просто я хочу сказать, что дети у нас гениальны. Только до школы. А к выпуску это уже не дети. Кто-то их видит в этих ночных клубах. Кто их видит на этих танцболах или как они там называются. Это не дети. Это животные. Их обратно уже не вернёшь. Вот. Вчера я с ним разговаривала. Нет, сегодня я возил как раз. У нас лютый холод. Такой, что на улицу выйти. Ветер ледяной. И я сижу с ним в машине и говорю. Тимоша, помнишь? 6 лет ты выдал. А я успел записать. У меня аж руки тряслись. Вселенная. Взял и вот так вот сказал. Мне бесконечно. Огромные черепахи времени. Где у нас черепахи были? А, мир стоит на... То есть, Земля плоская и стоит на черепахах. Вот что-то тут перекликается. Огромные черепахи времени держат огромный космос. И эти черепахи бесконечно. Сегодня я его спрашиваю. А я понимаю, что вся его гениальность, а все дети гениальны, подчёркиваю. У меня ещё есть Сенька, тот ещё гениальный. Хотя бы 5 лет. Тоже сделал тупым. Тут я бессилен. Не успею. Так вот, я ему говорю. Тимоша, ты помнишь эту фразу? Я говорю, напоминаю. Я скажу первые два слова. Вселенная не бесконечно. Прошло 3 года. Он не помнит ничего. Он живёт без памяти, так как я. Он забывает всё. Он никогда в школу не возьмёт портфель. Я не шучу. Он вообще памяти нет. Он мне выдает. Я сказал, дальше что? Он мне спокойно. Через 3 года. Огромные черепахи времени держат огромный космос. И эти черепахи бесконечны. Я заглох. Тимош, ты хоть пойми, а с чём речь-то идёт? О том, что Вселенная не бесконечна. Я говорю, ладно. Вот ты отстану, только скажу. Где ты это прочитал? Нигде. Слышал? Нет. В мультфильмах где-то там какие-то разговоры? Нет. Я, говорит, подумаю, может вспомню. И всё. И не вспомнил. Вот это и есть наши дети. А.